Последний звонок. Прогулка виноводочной для этого мужчины – дорога в один конец. Горе папаша бросил детей на произвол судьбы. Ни денег, ни отцовской любви. Теперь осужден по 174 статье и вынужден 24 на 7 сидеть дома. Можно разве что ходить на работу. Суть в том, что у каждого подучетного по месту жительства, у большинства, есть семьи, есть дети, у кого-то есть жена, у кого-то есть муж. Таким образом, где-то мы кого-то, может быть, предостережем от попадания в места лишения свободы. Подневольный уже трижды срывался и всякий раз попадался на глаза милиции. Оперативники дали понять – очередная вылазка закончится для него небом в клеточку. Сергей Владимирович, начальник уголовной исполнительной инспекции, пропаганды милиции в Краснодаре Владимирович. Помашку прокурора города Нагрузка Франция Владиславович. Сергей Владимирович, покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Визит правоохранителей застал этого мужчину врасплох. Накануне он поколотил собственную мать, а теперь находится под домашним арестом. Бьет себя в грудь. Отныне ни разу не поднял руку на женщину. С матерью скандалов больше не допускаете? Стараюсь, нет. Стражи порядка регулярно навещают осужденных, проверяют быт, внешний вид и психологическое состояние. Проверяем, чтобы они после работы находились по месту жительства, находились в трезвом состоянии. Проводим с ними также профилактические беседы, разъясняем порядок, условия отбытия наказания. Если человек при посещении сотрудниками милиции дома не оказывается, то его жизненных причин при этом нет, нахождение по месту жительства – это уже нарушение. В Бобруйске больше 80 человек стали заложниками в собственных домах. Суд дал им последний шанс осознать вину и стать на путь исправления.